всем привет youtube привет мы ведем наш репортаж с космического корабля последнего поколения у чего я говорю это камри последнего разлива так вот разбираем мы салон ну и как всегда не без сюрпризов ребята приколисты вот они все время что-то изобретают изобретают для чего а специально для того чтобы народ помучился вот начинаем свод с ручек вот таким образом они открываются и сделали специально вот такие вот прорези вот специально как ты несу и аккуратно инструмент вот ты все равно оставишь следы то есть наверное сделано специально что скрывалась не скрывалась вот у меня тут куча куча инструмента вот весь блин тряпочкой аккуратно протер тут ложу аккуратно трушусь вот надо этим машина новенькая свежая и вот таким образом то есть вот эти затычки они как входят как клинья то есть их вот надо сбоку вот так вот расшатывая вынимать на себя вот они стоят сбоку и потом там еще секрет как эту ручку снять потому что вот как вы видите она не снимается вот ладно это один вопрос смотрим второй вопрос но тут я уже этот прикол проходил вот это затычка вот отсюда вот ее берешь чуть вроде притапливаешь и вот так проворачиваешь она выходит вот так боком вот она стояла так вот так вот и она выходит сюда дальше тут прикол еще тоже вот надо вот эти двое ушек отогнуть они такие что вот вот чуть-чуть их придавили они поломаются следующий прикол вот он тоже обыкновенные саморезы но надо было вот вот в такую хератенью сделать ну и смысл вот чё чё они добились или добиваются вот этим всем тем добиваются того чтобы вы сейчас вот поломайте а мы вам потом продадим вот кстати пятнышки там там еще я как говорится сюда не лазил потолок довольно таки красивый но и в то же время марки кто-то вот пальчиком взялся уже все привет так что вот продолжаем разбирать ну вот опять же очечница тут ничего нет скорее всего либо вот тут будут саморезы вот здесь вот надо на защёлке убрать либо еще чего-нибудь какой-нибудь прикол вот ладно продолжаем потихоньку снимать разбирать и удивляться до чего же людей фантазия богата они не могут просто взять сделать как бы нормально как оно и было раньше на саморезах чё какие проблемы вот там допустим вот отогнул вот так отщелочку раз отщелкнулась там саморезик выкрутил снял ручку все нет надо вот так вот было ну не хочется мне говорить но вы поняли какие слова у меня вертятся на языке кому и для чего это делается на безопасность не влияет на комфорт не влияет опять же вот как мы видим это ручка из мягко говоря дешевого пластика и сделано вот как бы не очень аккуратно два три четыре пять десять раз вот так вот и и понянчить потными руками в жару и все она становится грязная скользкая все начинаешь мыть вот так вот размазал по потолку это все это для чего делается для того чтобы машины чаще меняли и чаще чистили потолки то есть все как говорится делается для того чтобы людей разорять а не так чтоб человек там извиняюсь как раньше он мокрой тряпочкой в жигулях протёр с каким-нибудь моющим средством салон задышал чистотой красотой и все и нормально и хорошо тут же этого нельзя надо чтобы люди платили денежку вот раз им как говорится посчастливилось стать счастливым обладателем такого автомобиля вот и везде по идее будет под звездочки здесь тоже все просто вот отщелкивается нет здесь не под звездочки здесь под крестики вот крыша держится но здесь это понятно вот мы берем отщелкиваем вот на здесь чтобы нам уронить крышу вниз чтобы не мучить не гнуть вот здесь не перегинать вот эту часть придется вот эти шурупы все-таки выкрутить и вот это опустить вниз но в общем то как вы понимаете в достаточной степени довольно легко крыша тут должна разбираться просто вот честно сказать не понимаю я вот этих идиотских заморочек никому не нужных вот которые усложняют разборку от вышла машина нет чтобы в ней должно что-нибудь бы с вебриконом с каким-то вот предыдущая вот у меня у сына такая же камни грубо говоря там разбирается это все по-другому нежели здесь и зачем это делать год полтора прошел крепление поменяли крепление на ручках крепление вот эти что да ни о чем а цена возросла прилично вот наверное вот такими инженерными решениями вот долбанутыми по-другому не скажешь вот что я первый раз снимал аккуратно старался но пластик здесь такой нежный такой мягкий что не повредить его невозможно никаким съемником ты его аккуратно не снимешь потому что они тут забиты очень сильно их надо как говорится с большим усилием их вынимать вот и получается что не повредив снять ее невозможно это сделано умышленно по-другому я не скажу вот и все и никому не нужен не нужны такие в принципе приколы кому они нужны вот что тут прямо на этой ручке вешаться кто-то будет не будет ладно я иссяк продолжаем разборку дальше как мы видим обыкновенная звездочка здесь все раскручивается продолжая дальше удивляться гению наших их них мастеров вот сдавил ее получилось что отсюда отсюда она выпрыгнула через нее и осталось вот торчать там это теперь мне ее надо снимать заправлять вот сюда и потом ее вот так брать и защелкивать где голова у этих людей в каком она месте непонятно сделали модно красиво но работает хреново я понимаю я сдавил вот так сдавил должна выйти ручка ни хрена она выскочила через ручку и осталась там я поздравляю с очередным шедевром ребят из тойоты здесь вот все нормально здесь тоже такая же хрень вот он усик раз вот он усик два и настолько они нежные что их поломать тут расплюнуть а что было трудно взять сюда вот так саморез закрутить его выкрутить там или вот такой вот там шестигранничек закрутить вот сюда вот так поставить выкрутил и оно вышло что какие проблемы чтобы не проворачивалось сделайте ее там квадратной треугольной какая проблема или вот такой вот продолговато и все мудрят мудрят пока не там мудрят автопроизводители пытаются оправдать цену и в итоге вот снял пришлось мне вдевать каждую по отдельности из них на место потратил я кучу времени естественно нервов вместо того чтобы открутить там два самореза и спокойно снять ручку как допустим вот в других автомобилях есть сделано нормальными людьми я таких гениальных решений кто сделал не назову просто очередной прикол вот надо было надавливать сюда и сюда вот на вот эти усики вот он один усик и вот он второй и чем-то поддевать сюда вынимать следовало ожидать саморезов тут внутри нету снимается все просто вот они прорези вот в этой части поддевается и аккуратно вынимается но опять же вот я как бы любитель все делать аккуратно как я сам о себе думаю а получается вот что остается вот видите как ты аккуратно не снимай след вот он вот он след остается от инструмента и вот попытался я вот такими съемниками подсовывать нифига подобного вот стараюсь аккуратно работать аккуратненько но не получается так исходя из того что вот здесь в очечнице нигде ничего нету и здесь нету это вся вот эта вот штука будет держаться скорее всего на клипсах вот так четыре будет здесь вот так примерно по центру или по углам где-то ну вот в этой зоне будет по идее на клипсах вот очередная модная заморочечка с которой вы столкнетесь здесь что-то здесь вымазано термоклеем на термоклей посажено непонятно чего непонятно для чего вот так она выходит но провернуть вот это гнездо так не получится вот а здесь оно сдавливается с боковой что-то туда защелкивается для чего спрашивается хрен его знает вот когда тут собственно защелки вот они вот все сделано с дешевенького пластика вот это надо понимать изображает шумоизоляцию или антискрип и вот так вот это все держится красиво здесь на защелочках вот так вот красиво нас разводят продолжаем наш обзор значит что здесь у нас вот болтики которые мы вот здесь выкручивали вот они видны здесь два штучки чтобы вот эту панельку не ломать не отгинать сильно вот сняли мы ручки 4 штучки вот сняли противосолнечные козырьки здесь вот тоже разобрались вот с этой фигней вот везде какие-то приколы и я бы сказал ненужные элементы которые усложняют разборку вместо того чтобы там 20-25 минут разбирать машину я уже практически час пропотел потому что не хочется травмировать а сделано специально так чтобы вот этот пластик и все то что ты делаешь выскакивало вылетало вот здесь в этом месте вот они клипсочки там стоят она упала куда-то туда и я как не пытался ее найти так я ее не знаю клипсу уронилась куда она там уронилась непонятно я и там смотрел и под седлами и под сиденьями нигде ее нету ну ладно хрен с ним вот значит что у нас здесь здесь тоже очередная приколюха вот они клипсочки снялись все хорошо все красиво вот здесь у нас идет приклеенный к потолку провод ну и хрен с ним пусть идет вот разъем папа-мама несколько он хитроватый ну ладно дальше он вот он у нас связан привязан вот это вот хрень ее чтобы снять это легче я извиняюсь вот и вот опять начинаются вот эти заморочечки сюда нажать туда нажать вот нахера спрашивается вот она подушка вот ну возьмите там в конце концов вот как здесь масса прикручена вот она прикручена возьмите там или на вот такой вот на такой же клипсе сделайте этот самый вот чтобы он защелкивался выщелкивался без проблем а так его только поломать можно вот 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 так вот так вот он разбирается вот и вынимается эти три провода можно было сделать намного аккуратней так что касается потолка вот у нас одна клипса и вот она у нас вторая клипса и плафон держится то есть задняя часть крыши я так сказать не буду отвлекаться держится так здесь вот такого нету у нас здесь все в принципе чисто вот здесь снимаем сзади две клипсы разбираем плафончик и сейчас посмотрим что там у него внутри так настраивайся значит здесь у нас что здесь у нас вот такие маленькие выступы вот два штучки здесь они вот в эти места входят ну как бы это хорошо это нормально вот убрали мы здесь еще один сюрприз вот здесь вот такие вот раз два три четыре вот их если поддеть вот такие вот пружинистые штучки которые держат наш фонарик естественно держат потолок просто так они не сдадутся вот и надо снять вот эти клипсочки желательно аккуратно чем-то брать чистыми руками потому что потолок сами понимаете один раз взялся потом уже он всю жизнь будет грязный поэтому вот он задний фонарик как я уже говорил вот вот эти вещи вот их четыре пружины их надо подогнуть и тогда фонарик выходит ну здесь обычная папа-мама тут как бы это имеется ввиду проводка вот ничего конечно страшного ничего сложного но я так думаю ну слишком уж сложно и продуманно можно было элементарно где-то вот там два самореза сюда впихнуть к потолку притянуть и без вот этих вот хитро-мудро желтеньких зацепов обойтись ну поскольку это же камри это же вот как бы первый класс вот давайте мы и тут намудрим ну и намудрили молодцы флаг вам в руки ребята вот надо было какие-нибудь сенсорные выключатели сюда еще поставить или еще что-нибудь придумать а что мы идем по пути усложнения вот и сделали бы еще какую-нибудь хрень тут вот управляемыми через космос вот этими выключалками сделать вот здесь все просто да вот а вот с постановкой ну я так понимаю это сделается все специально для того чтобы неопытный пользователь не мог разобрать машину вот снять потолок а обращался только сервисный центр там или еще куда-то вот все вот эти вот приблудочки вся вот эта вот ерунда вот с разборкой салона допустим или еще чего-то сделана специально для того чтобы простой обыватель не мог просто так взять снять поставить тот же самый потолок чтобы у него были проблемы чтобы он что-нибудь попереломал и естественно пошел что-нибудь купил вот только с этой целью это все и делается вот ладно продолжаем остался у нас вот фонарик который впереди пока что для нас это загадка как его снять итак крышу уже вот мы сняли теперь все по порядку тут идет куча проводки вот тут она в защепах идет вот вот эти фонарики тоже приходится через задний проход отщелкивать и лучше сюда с ними не нянчиться вот и там у нас вот куча антенн здесь идет куча проводов вот которые вот по крыше мы видим которые вот они раз два вот три надо щелкнуть здесь вот это идет на фонарь на наш любимый и причем вот он держится на вот таких довольно таки жестких четырех клипсах что самое обидно эти клипсы половина вон там осталось вот а половина здесь то есть немножко не в адекватном варианте они работают тут я это все складываю и теперь мы как говорится добрались до крыши новый сюрприз вот эти пацаны залили все тут внутри позаливали вот пеной вот и теперь чтобы там поработать надо будет эту всю хрень вот я увеличу вот все оттуда пеной все повыковыривать оттуда если кому-то захочется вот тут по крыше смотрю один усилитель центральный вот один слева один справа и сзади один тоже такой мощный идет у нас усилитель так вот это мы берем аккуратненько ставим салон вот вот чтобы можно было закрыть и эти самые тоже здесь как бы ничего страшного тоже вот он усилитель такой красивый я так понимаю его сделали специально под фонарь что поделать раз так было задумано значит так и правильно вот ну что тут тоже вот идет проводка вот по крыше вот так ее я разлепливал на таких фантиках на красивых клейках она идет вот сюда где я показывал я не стал их разбирать почему-то он не хочет униматься ну и хрен с ним не хочет и не надо это ни на что не влияет здесь то же самое берем это дело сюда вот и здесь у нас тоже заправлено собственно вот и все по разборке разобрали крышу сняли вот все хорошо теперь можно наслаждаться работой вот тут у нас слегка побитая крыша прям немножко прям чуть-чуть вот всего лишь граммуречку побитая я чувствую по моим темпам работы и по тому как кстати вот эмолвинги побитые вот прям побила зверски по-варварски побила машину жалко конечно очень жалко но как говорится ничего не попишешь вот особо тут снимать как говорится нечего вот мы видим в потолке отражение что тут сказать что живого места нет не скажешь но ничего хорошего вот нету практически 5 сантиметров свободных даже нету чтобы не было побитым капотик уже веселый и второй капот тоже уже повеселил как мы видели из предыдущих видео вот уже как бы есть к чему стремиться а вот крыша сейчас мы ее разобрали нелегко давалось но тем не менее мы ее победили вот и теперь 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 в бой с вмятинами вот так